На одном из информационно-развлекательных ресурсов в сети мне сегодня буквально друг за другом попались два вот таких вот поста. Я уже не один раз говорил, что женщина более похотлива, чем мужчина, потому что она более биологична. В отличие от мужчины, у которого могут быть еще какие-то интересы, женщина обычно хочет только жрать, трахаться и доминировать. Женщины постоянно норовят раздеться, даже в тех местах, которые для этого не предусмотрены. А что творится на пляжах, вы и сами знаете. Фотографии с пляжей я прикладывать не буду, потому что ютуб меня тогда заблокирует за портографию. И мне кажется, что люди, которые в комментах пишут, что женщинам секс нужен меньше, чем мужчинам или не нужен вообще, просто занимаются самооправданием. Ведь то, что у тебя нет секса, в то время как бабы ходят голые и даже дрочат в общественных местах, очень сильно бьет по самолюбию. И тут, как в басне про лисуя виноград. Когда мужчина не может трахнуть бабу, то для самооправдания ему проще всего сказать, что женщинам секс не нужен. Но на самом деле все бабы хотят ебаться. Просто такой мужчина не знает, как сделать так, чтобы баба захотела ебаться именно с ним. И чтобы было более понятно, объясню на примере. Когда человек идет на рыбалку, то он в качестве наживки берет с собой, например, червей или манку. Он не берет с собой шоколадные конфеты. Хотя, казалось бы, шоколадная конфета вкуснее и стоит дороже. Но рыбы на шоколадные конфеты не клюют. И даже если в пруду очень много рыбы, то не факт, что рыбак что-нибудь поймает. Потому что рыбу клюет не постоянно. Это зависит от времени суток, от температуры, от места, от наживки. Мужчина, который думает, что женщины клюют на внешность и на деньги, подобен человеку, который купил дорогую удочку, дорогую снасть, дорогую наживку. И думает, что вот теперь-то вся рыба точно его. Да ничего подобного. Чтобы поймать рыбу, вам в первую очередь нужна недорогая удочка. Вам нужно знать ее привычки и повадки. Если вы их знаете, то вы сможете поймать рыбу даже на загнутый гвоздь, который привязан к березовому полену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова